Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки, ниндзя, легенды. Так, Лига Мастеров, две звезды, я забираю награды. Так, по заданиям у нас с тобой все в откатах, поэтому давай пройдем быстренько серию испытаний. После сразимся в боях, сходим естественно с тобой на арену и после уже пройдем испытания. Я думаю, вот такой у нас будет план на сегодня. По видосикам, друзья, не знаю, что мы будем еще снимать сегодня. Наверное, все-таки Драконы-всадники Олуха, скорее всего, я успею записать. И, возможно, запишем, скорее всего, Морти. Да, хотя на самом деле я хотел поиграть в Summoner Storm и хотел поиграть сегодня поймай курицу, если сможешь. Но, не знаю, время 9 часов вечера. Я уж пришел с работы, сегодня чуть-чуть пораньше, чем обычно. Поэтому, как бы, хотелось бы, конечно, поиграть. Потому что завтра у меня выходной, но завтра мы идем на прививку от коронавируса. Не знаю, честно говоря, неохота мне ее делать. Точнее, даже не то, что идем на прививку, а идем записываться на нее. А когда уже она там будет, Фики его знает. Но нужно сделать до сентября, иначе будут отстранять от работы. Вот такие вот у нас условия. Так, ну что, друзья мои, я прошел. Так, забираем награды. Дальше нам нужно сразиться в боях. Ну что же, здесь нам поможет кто? Нейтрализатор. Я немножко в нем, конечно, разочаровался. Хотя, с другой стороны, ребята, он всего лишь 60 уровня. Поэтому возлагать на него какие-то огромные надежды, я думаю, не стоит. Но хотелось бы, все-таки Ванька-стиранка тоже имеет, пускай даже не гранатометную базуку. Но он впаривает ей, будь здоров. Но, правда, и уровень у него, согласись-ка, 19. Ой, какой 19? 90. Или какой у него 80? Нет, 90, по-моему. Слушай, я не понял, какой у Ваньки уровень? Да 90 вроде бы. 90, да, что это я сам себя с понтароги-то начал сбивать? Ё-моё, засомневался в Ванюшке. В нашем родном Ванюшке я начал сомневаться, господи. Так, нам еще нужно с тобой 9 наушников найти. Даже не 9, а 11. Что со мной происходит, а? Какие 11? Сколько? Сколько наушников мне нужно найти? 9, правильно. Ё-моё. Вот что значит прийти с работы и сразу начать снимать видосики. Голова вообще не варит. О чем-то там другом. Вот. О своем о чем-то думает. Там без меня, как говорится. Так, ладно, мы с тобой вроде бы сделали это задание, но... Ммм... А наушники так и не нашли. Нам еще нужно будет найти 8 штук. Но это уже будет в следующий раз, поэтому сейчас мы забираем с тобой награды за задание. Также нужно нам поднять уровень персонажа и в принципе все. 39 тысяч мутагена у меня накопилось. Крысиный король. Прокачим его до... Ничего себе. Это первый персонаж, который с 50-го рванул до 57-го уровня. Крут, чувак, крут. Ничего не скажешь. Ну что, забираем с тобой здесь награды. Так, и в магазине. А что у нас в магазине? Ну, колода это понятно. Так, нам выпадает здесь мутагенойд. Кстати, надо посмотреть, что у нас там. Так, здесь мы ничего не можем взять. Монеты. Ага, друзья мои, ну что же. Что же мы молчим и не радуемся. А надо радоваться, потому что есть повод. Мы получаем с тобой последняя дынка на Леонардо Космос. А знаешь, что самое обидное? Что я потратил на весь мутаген? Ну, в принципе, ничего страшного. Потому что сейчас мы с тобой пойдем на арену и все равно этот мутаген набьем. А нам нужно всего лишь 10 тысяч. Ёлки-палки. Леонардо Космос у нас получил, друзья мои, фуловую пятую звезду. Круто, на самом деле. Это очень круто. Ну что, приступим к турнирочке. Мы с тобой находимся в Лиге Мастеров. Ранг у нас 81-й. Естественно, попробуем с тобой сегодня пробраться в Лиге Мастеров 30. А может быть, даже в топчик. Откатов мало. Всего лишь 6. Но я не смотрел рекламу. Друзья, я не смотрел. Поэтому можно, в принципе, рискнуть. Слушай, а здесь не получится у нас с тобой. Ай-яй-яй. То есть, мне придется очень быстро потратить все откаты. Из-за того, что высокий ранг. И здесь один Армагоша сам за себя постоять уже не сможет. Потому что обязательно кого-то надо будет подключать. Будь то Усаги или еще кто-нибудь. Хотя вот здесь вот Супер Шреддер очень хорошо звезданул. Они в любом случае все погибли бы от постепенного урона. Но я же не могу узнать наперед, как там пройдет у него удар. Все ли будут заражены или не все. Ну, тут, видишь, тут повезло. Ну что же, нам, во-первых, нужно с тобой добиться Лиги Мастеров 3 звезды. А уже после пытаться пробиться в топчик. Будем, как говорится, стремиться. Ну что, давай возьмем вот эту вот команду. Я возьму здесь, опять же, Армагона вместе с Ванькой, может быть. Армагон и Ванька. Хорошая такая компашка получается у них. Так, ну здесь мы, наверное, не будем брать слишком слабеньких. Возьмем, наверное, вот этих вот ребят. Это на всякий случай, если вдруг какой-то будет недобитыш, и он решит мне как бы звездануть. А недобитыши здесь могут быть. Сейчас посмотрим, как сделает у нас Армагон. Насколько он силен. В принципе, он очень неплохо показал себя. И пулеметная дробь, естественно, добивает Слэша вместе с Бивовом. Ну что же, а мы с тобой двигаемся дальше. И посмотрим, на какое место мы с тобой приземлимся. Было 66-е, становится 57-е. То есть всего лишь 9 ступенек прилетели. Но это мало на самом деле. Очень мало. Я ожидал немножко, как бы, подускоренный буст. Но что такое? Мне не дают 17-24. Почему не дают? Нет, не надо мне Микеланджело, пожалуйста. Дайте мне вот этот лучший отряд. Так, здесь мы возьмем с тобой Леонардо. А в принципе, больше нам никто не нужен. Леонардо плюс Армагон. Четенько, да? Все как в аптеке. И 4 отката всего лишь остается. Даже с учетом того, что я посмотрю рекламу за 10 откатов, ребят, нам все равно не хватит. Вот в чем беда. Ладно, докуда сможем дойти? До туда будем доходить. Так, сплинтер промахивается. Ну а мы с тобой добиваем всех вертушка великолепной от нашего Леонардо. Красавчики. Обожаю свою команду. Друзья, я знаю, что у вас есть очень огромное желание, чтобы я прокачал новых персонажей, типа таких как Паукус или Донателло Космос. Я сам хочу. Поверьте мне, сам хочу. Но если мы с тобой выбрали такой путь, что прокачиваем слабых персонажей, то давайте уже тогда его придерживаться. Если мы сейчас переключимся на какого-либо одного персонажа, мы его быстро прокачаем, но все остальные будут хлюпкими. Вы сами в свое время кричали Рейд, давай прокачивай всех слабеньких, а то их надо подтягивать. Но по большому счету их надо подтягивать. А ты видел, сколько у меня их? Может быть, давай выберем, например, двух или трех каких-то определенных персонажей, которых будем качать с тобой до соточки. Вот такой вот вариант я предлагаю. А ты пиши в комментариях, согласен с этим или нет. И если ты согласен, то напиши свою подборку, кого бы ты бы лично хотел бы, чтобы я прокачал. И если у нас с тобой совпадет очень много голосов, например, ты проголосовал 2-й, 3-й, 10-й, если у вас голоса совпадают по персонажам, то мы их и будем прокачивать. Давай вот так договоримся, потому что, чтобы не было ни тебе обидно, как говорится, ни мне. А то, да, на самом деле, вот ты представляешь, смотри, сколько у нас персонажей, 53-й, 52-й ранги, 51-й, и вот их всех прокачивать по одному. У нас только сегодня с тобой крысиный король на крыльях счастья до 57-го уровня, с 50-го рванул. Конечно, он доволен. Ну вот, теперь представь, он дойдет до 60-го уровня, и сколько он будет ждать своей очереди, когда он получит следующий левел-ап. Ему придется очень там долго сидеть, поверь мне. Так что мы можем с тобой выбрать действительно трех персонажей, которых будем прокачивать уже конкретно. После их прокачки будем брать уже, например, следующих. Так что смотри, как тебе мое предложение. Ну что, мы с тобой пока идем, у нас 8 монет всего лишь осталось. Кстати, у нас же жетоны разыгрываются, по-моему, если я не ошибаюсь. Жетоны, а у нас... Погоди, я же, по-моему, я же слил, да? В прошлой серии как раз жетончики-то и потратили мы. Ну да. Ладно, тогда я за кадром их набью, там все равно сколько? 100-200 штук. Они нам лишними не будут, уж поверь. И 7523 мутагена, то есть нам остается совсем немножечко, и мы с тобой прокачаем Ленарда Космос. Кстати, давненько у нас, да, персонажи не прокачивались, и как бы эта неделя вообще успешная. У нас кто-то Паукус в Платину перешел, да? Сейчас еще Ленарда Космос переходит в Фулл-звезду. Вообще четко все. Обожаю, когда именно так все происходит. Ну что же, а мы с тобой берем... Блин, а почему не дают мне 17-24? Ведь было же. Ведь было. Было-было, но прошло, да? Можно так это сказать. Не хотят. Не хотят эти жадюги мне... А, вот. Ну почему-то все время с майки. Ладно, хорошо, я пойду на их условия, возьму эту команду, но тогда я возьму еще и Супер Шредера. Назло им. Вот так вот. Но опять же, если мы сейчас с тобой сфейлимся, или не уничтожим вот этого Микеланджело, у него два варианта. Он может либо захилять свою команду, это для меня так лучший вариант, либо повесить уклонение. Это самый худший вариант, потому что на их уровне уклонения я просто не буду попадать. Помните, да? Были такие серии, что я просто фейлился. Да ладно. Карай... Нет, 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 нет. Фу. Такой расклад, ребята. Это самый, самый оптимальный. Подожди, я не понял. Так, а, это от Карайки, да, у нас? Блин, ребята, мы, по-моему, тут сейчас будем терять бойцов. Зачем я взял вот этих слабаков? А? Твое налево, ты прикинь, у него был двойной удар. Да, это было жестко. Это промахится, понятное дело. Кто ему повесил? Да чтоб тебе, ты... Ну-ка. Мы не можем попасть, представляешь? Я не могу вообще ничего с ними сделать. Есть, молодец, спасибо, Армагон. Но, тем не менее, без жертв не обошлось. Ведь всегда говорил, когда есть в команде вот этот Микеланджело, никогда не стоит с ним драться. Но, видишь, вот соблазн, ребята, меня, как говорится, подвел. Захотел проверить лишний раз, как говорится, убедиться, что я не прав. И убедился на свою голову. Так, ну что, у нас с тобой один откат. В принципе, я знаешь, что сделаю? Я куплю. Я куплю эти откаты, и еще у нас с тобой есть за рекламу. Их тоже мы с тобой обязательно заюзаем. Если мы хотим сегодня пробиться, ну, ближе, как говорится, к топчику, да? Так, ну, а пока разруливаем ситуацию нашими бойцами. Всех отыграть сегодня, естественно, не получится, потому что не хватит у меня откатов, к сожалению. Но добрую такую половину своих бойцов отыграть мы все-таки сможем. И пробиться довольно-таки в приличный ранг у нас тоже получится. А завтра мы уже со спокойной душой берем топовое место и все. Ждем, как говорится, окончания недели. Да? Да? Тем более, событий у нас здесь особых не будет. Одно событие мы с тобой проходить вообще не будем, потому что оно нам не нужно. А то, что нам нужно, пройдем именно сегодня. Так что все, как говорится, будут в выигрыше. Ну что, какое там десятое место? Ух ты, восьмое. Это с 22 на восьмое, прикинь? То есть 14 ступенек мы пролетели. Это круто. Так, ну что, берем с тобой Армагоны, берем с тобой Супер Шреддеры. И... Ну, с этой командой можно брать, ребята, вообще даже самых-самых новоиспеченных персонажей. Будь он даже первого или там нулевого уровня. Если эти ребята есть в нашей связке... Все, это трындец любому. Конец. Кто бы там ни был. Так что... Ну что, порвали мы их здесь. Двигаемся дальше. Я думаю, что, наверное, сейчас мы перейдем уже в Лигу Мастеров 3 звезды. Судя по тому, что мы были с тобой на восьмом ранге. Судя по тому, что мы с тобой прошли по максимальному количеству кубков. И вот тебе результат. Даже здесь забрали мы 92 позицию. Отлично. Так, ну что же, тогда мы двигаемся с тобой дальше. Ой-ой-ой-ой-ой, нет. Там Микеланджело был. Я не хочу убрать. Давай вот это вот возьмем. Команду с тобой. Блин, все-таки... Тихо, зачем я Лео взял? Ё-моё. Поспешил. Против Маузеров, естественно, Леонардо здесь как бы нам не нужен. И вот в тот момент, знаете, что я еще подумал? Когда у нас Донателло Космос проиграл. Я подумал, что Карайка-то, у нее же есть пассивка на уклонение. Она, может быть, и погибла. Но уклонение-то она успела повесить. Вот поэтому мы и не могли уничтожить быстренько с тобой Маузеров. Вот так-то. Ну, ладно. Здесь мы Маузером, как говорится, отомстили. И двигаемся дальше. Посмотрим. Сегодня хотя бы до полтинчика дойти. Было бы уже неплохо. Хотя, я думаю, до полтинчика нам дойти расплюнуть. Откатов. Нужно больше откатов. Ладно, мы с тобой еще возьмем сейчас за рекламу 10 штук. И можем еще, кстати, прикупить. Если уж прям вот так вот захочется. Доллары, слава богу, нам позволяют это сделать. Так, здесь, в принципе, я ничего такого мощного не вижу. Поэтому давай возьмем слабочков. Я думаю, что Армагон вместе с Леонардо здесь все сделают как надо. И по инициативе, кстати, да, они тоже очень хороши. Ну, Сплинтер, я думаю, ничего здесь не сделает. Он, наверное, сейчас и отдуплится, кстати. Нет. Отдуплились немножко другие бойцы. Но это ничего страшного. Все. Идеально прошли. Интересно, как Шреддер машет своим мечом. Ты видел? Вокруг себя он обматывает этот меч. Обматывает, обмахивает себя этим мечом. Не знаю, зачем. Ладно. 60. Уже 61. Ребят, еще бой будет 50 местной. Да. Слушай, а может быть мы вообще сегодня возьмем с тобой тупое место? Давай попробуем. Но для этого нам придется с тобой откатить абсолютно всех персонажей. Ну, как откатить? Я имею в виду отыграть всех абсолютно персонажей. Что довольно сложно. Это значит, сколько нужно откатов? По 250 за 10. Но 20-ку я еще наберу, да? С рекламой будет 30. На 2. 15 боев. Да, заманчиво. Но можно попытаться. Можно ведь, согласись. Мы ничего не теряем. Мы приобретаем с тобой последнее туповое место, после которого нам просто некуда даже прыгать и рыпаться. Мы будем себе спокойненько играть в другие игры. Так, что-то я наперед куда-то забегаю. Ну что, вот, как я вам и говорил, 50 место. Слушайте, друзья, ну теперь придется уж посмотреть рекламку, потому что, как ты видишь, у меня откаты закончились. И нужно их восстановить. 10 штук. Будет всего лишь 11. Ну что, друзья мои, продолжаем. 21 откатик у нас с вами есть. Ранг у нас по-прежнему 50-й. И мы двигаемся дальше. Так, Армагошу забираем. Забираем супер шредера. Ииии, ну тут, о-о-о, персонажей очень-очень много. Хоть пруд прудей, как говорится, да? Выбирай, кого хочешь, на любой вкус и цвет. Ну что, у нас здесь Леонардо, Донателло, Майки и Бакстер Стопман. Вместе со Слэшем, естественно. Куда же они денутся? Но это их не спасает. Потому что у нас самые топовые персонажи здесь есть. Блин, какая же дырка все-таки у Макмана в теле. Ужасная. Просто все видно через нее. Там еще какая-то трахея торчит, да? Он еще, насколько я помню, у него есть удар. Он там залазит во внутренности к себе. Что-то там вырывает и этим еще в нас бросается. Ну, согласитесь, что это мерзко. Так, ну что, возвращаемся. Опять же, забираем с тобой всех, кто у нас был. И вот этих вот. Шинегами, Кунаичи и... Наши, как говорится... Маузеры, да? В виде кроликов. Блин, не знаю. Надо еще как-то попытаться поиграть нам в силу порталов. Пройти этого... Тигриного когтя, который меня там, честно... Я вот попробовал, ребят, после этого, наверное, еще попыточек 8 я не смог. Представляешь, мне не хватает буквально чуть-чуть. Не хватает вот на последней фазе. Почему-то у нас остается очень мало здоровья. И он начинает летать, разбрасывает вот эти вот всякие огненные шары. Ну и мои черепашки, как говорится, под эти шары попадают. И мы проигрываем. Ребята, у нас уже 18 ранг. Нафига я покупал тогда откаты? Нам вот этого за глаза, походу, дела хватит. То, что я мог посмотреть за рекламу... Да. Ну, ладно. В любом случае, у нас откаты не пропадают. Ничего страшного не будет. Единственное, что, конечно, у нас с тобой очень мало телепортов. И деньги бы как раз пригодились именно для покупки их. Ну, что ж. А я взял откаты. Ладно. На самом деле, действительно, они лишними не будут. Как говорится, в нашем деле все пригодится. Ну, а здесь мы с тобой в очередной раз побеждаем. И двигаемся дальше. Я думаю, где-то будет максимальная позиция. Это девятая. А потом еще один бой и топчик. Ну-ка. Смотрим. Да ладно. Третья. С 18 до третья. Чего-то не то, ребята. Мне, наверное, это снится. Не может быть, чтобы мы вот так вот с тобой бустанули. Причем... Нет. Подожди. Давай-ка я попробую так сейчас отыграть. Посмотрим. Неужели топ возьму? А почему я так посчитал неправильно, что нам еще нужно... Что нам даже еще и не хватит, я бы так сказал. Откатов. Поэтому я и брал. С запасиком. Да, это, видимо, я переволновался. С работы, друзья мои. Не отдохнувший. Поэтому не обессудьте. И видосик этот выйдет уже, наверное, не сегодня, все-таки, а завтра, да? Потому что сегодня я уже не успею его просто выложить. Или же это будет поздно ночью. Но вы будете уже половину, по крайней мере, из вас точно спать. Ну что же, давай посмотрим. А что смотреть-то? Если я сейчас деловой и крутой залетаю в первое место. Раскидывая всех абсолютно. Ну-ка, смотрим. Долго так крутится для того, чтобы перепрыгнуть всего лишь две ступеньки. Все, ребята. Сегодня мы взяли топчик. Ну, это круто, да? Это что у нас сегодня за день недели? Так, среда. 11 число. Мы уже с тобой на первом месте. Обалдеть. Я же тебе говорил. Как пройдет буст, так пройдет и неделя. И если ты хорошо бустанешь, то ты первое место обязательно и быстро возьмешь. Так, ну что. Мы с тобой 10 тысяч мутагена, по-моему, собирались накопить. Для того, чтобы... Чтобы что? Чтобы прокачать, конечно же, нашего родного Леонардо Космос. Развиваем его. Ай, красота, ребята. Опачки. Так. Великие галактики. Лео вызывает космического лихача для лазерного залпа. Разрушитель, то есть это массовая атака, увеличивает силу атаки на 10%. Восстановление 5 ходов. А что за космический лихач? Какой-то дрон, наверное, да, прилетит. Скорее всего. Но, тем не менее, главное прокачали ему. Последний навык. Так, что нам теперь? Теперь нам нужно идти на испытания. Сила природы. Друзья мои, сила природы. Здесь нам нужны вот эти вот бойцы невидимого фронта. То есть черепашки, ниндзи-видения. Поэтому поехали. Команду нам должны дать топовую. И нас не обманывают. Поехали. Ну, 10 уровень, естественно, мы с тобой рвем на автобои. 10, 20, 30, 40. И так, наверное, вплоть до самого финала. Хотя в финале неизвестно, ребята, что там будет. Жалко, что вот эти бои я не могу, еще раз повторяю, пропустить через откаты. Да? Через телепорты. Телепорты. То есть юзаешь билетик телепорта, и все. И тебе не надо его проходить. Ты просто автоматически его проходишь. Но нет. Обязательно нужно вот так вот подраться. Это как бы небольшой недочет. Если я знаю прекрасно, что я здесь всех смогу вырубить. Ну, нафига мне вот это нужно делать, ребята? Опять проходить их всех. Да? Согласись. Это же неинтересно. Я бы лучше тратил, например, телепорты. Дошел до определенной катки, в которой я сомневаюсь, что смогу пройти. И уже после этого перехожу уже в ручной режим. Да? Скажем так. Буду драться сам. Без автобоев и всякой там прочей ерунды. Да. Как бы есть такие недочеты. Ну, ладно. Меня это, ребята, вот если честно, меня это нисколько не напрягает. Поверь мне. Как говорится, я не в поле, да? Пахоту веду. Я просто смотрю, наблюдаю и общаюсь с вами. Как-то надо, не знаю, замутить стримчанский в ближайшее время. Я до сих пор не могу, друзья, настроить дискорд. Представляешь? У меня есть канал. Но я все никак не могу его дошаманить. Да есть работа и очень сильно, ребята, загружено все. График практически полностью загружен. Сейчас еще это прививка, ремонт, денег вечно нету. Все это стоит мертвым колом, блин. Вот. Потихоньку-потихоньку надо как-то выбираться из этой волокиты и приходить уже в нормальные чувства. А сейчас еще и лето кончится. Сейчас начнется зима. Лень, холод, мороз. Ну, это, по крайней мере, я говорю, что у нас будет твориться. Но перед зимой будет слякотная, ужасная осень. Вечные дожди. Вечные ветра. Солнца нет. Темные ночи. Оу. Ты удивляешься от чего-то такого в темных ночах, потому что у нас сейчас в данный момент белые ночи. То есть ночи нет таковой вообще. Я не скажу, конечно, что как утром, но светло, поверь мне. Намного светлее, чем в Питере. Так, ну что. Мы с тобой прошли еще одно испытание и переходим на следующее. Следующее у нас там будет какое? Вот, покажите мне. На кого у нас? Так, это тигринный коготь. Паршивец, которого я не могу пройти в порталах. Так, вот мы с тобой проходим Шередера и уже пойдут основные наши черепашки, которые нам нужны будут. И, естественно, сыр мы с тобой будем тратить именно там. Почему? Потому что мы их будем с тобой фармить. И фармить, если не ошибаюсь, нам нужно практически всех. Насчет Донателло видения я не помню. Он у нас получил пятую звезду или нет? Что-то у меня в голове кружится, что он получил у нас пятую звезду. Или, может быть, кто-то другой из черепашек видения. Но, по-моему, кто-то есть. А если нету, то это вообще круто. Тогда нам вообще все нужны будут. И нисколько не обидно проходить и фармить. Так, Шередера мы с тобой уронили. И клан футовцев мы здесь с тобой тоже, естественно, роняем. Все. Ага, здесь у нас еще и босс оказывается. Химера. Я все время забываю, что именно здесь, в этом событии, в этом испытании, босс Химера. Раньше, по первым сериям, я эту Химеру не мог победить. Я был вообще в шоке от нее, когда ее увидел. Что это, говорю, за червяк летающий? А это, да, это смесь, там, голова птицы, шея, по-моему, червяка. Там что-то еще дерево какое-то. Ну, в общем, такой гибрид. Причем довольно не кислый. И, если честно, я даже не помню, был ли он в мультике в Черепашках Низис 12 года в каком-то либо сезоне. Но, мне кажется, с Бухты Барахты они вряд ли бы здесь придумывали. Тех персонажей, которых вообще нету в мультсериале. Так, этих вырубаем, тихо, грибник. Еще и повесил на себя гаденыш уклонение, ты видел? Ну, благо, он 50 в уровне, поэтому мы их тут распинали довольно легко. И вот я смотрю, смотрю, смотрю на это и думаю, когда же кто-нибудь из них сделает суперудар? Они могут сделать его, конечно же. Особенно, когда остается один враг, и он с какого-то лешего начинает бомбить суператакой. Зачем, спрашивается? До этого ты не мог, что ли, включить свой алгоритм и бомбануть? Обязательно нам нужно потратить, когда один боец всего лишь. Типа, я просто хочу слить. И сливает свою суператаку, молодец. Так, ну здесь, слава богу, все отлично, ребят. Здесь прошли чисто в рукопашном бою. Без каких-либо выкрутасов. Но, правда, долговато шли поединки. Ну что, мы с тобой получаем Рафаэль и ведение. И переходим на Микеланджело. Сыр у нас пока есть, поэтому поехали. 65 уровень. Думаю, что здесь тоже есть резон ставить нафтобой. Потому что 65 уровень они порвут. Здесь нет уровней у нас 90-х, 80-х. Здесь все соточки, понимаешь? А соточки, чтобы пробить, это нужно еще постараться. Поэтому я как бы очень уверен. Очень в себе уверен и в своей команде. Тут есть у нас и провокатор. Я, кстати, ни разу не видел, чтобы на автобое Рафаэль брал провокацию. Может быть, он убрал, но я этого не помню. Потому что он это делает очень-очень редко. Или вообще не делает. В основном они вот так вот все бомбят. Тыч. Но этого достаточно по удару, прикинь. Просто по одному удару. А, они 60-го уровня. Так, мы с тобой идем наверх. Здесь. Вау, вау. Вот здесь вот прикольно. Два Леонарда. Откуда здесь два Леонарда видения взялось? Я не могу понять. Там что, двойниковый или что? Во. Ребят, только сказал, что Рафаэль не берет провокацию. И на тебе. И на тебе Усаги делает месть. Ну, месть я... От Усаги я очень часто видел. Так, здесь же Супер Шердер делает массовый хил. Оу, ты смотри. Ты смотри. Они что-то в конце меня решили порадовать, да? Все врубили свои Супер Атаки, чтобы посмотреть. Ну, показать себе, да? Чтобы мне, как говорится, тыкнуть пальцем и сказать, Рэй, а ты не прав. Они делают. И причем они все это сделали практически на одной волне. На последней. Ладно. Давай дальше двигаться. У нас тут четыре волны. Уровень у противника в 70-й. То есть, по-прежнему я ничего пока не боюсь. Бомбим также их с удара. С двух ударов. Ничего. Вот этого вот я не понимаю. Я этого не одобряю, ребят. Когда Усаги делает вот такой вот удар массовый на одном противнике. Это... Это борзость. Как по мне. Это все равно, что... Там, я не знаю, Армагон на последнем боте. На каком-то, да? Возьмет просто-напросто и бросит валун. Но это глупо, по большому-то счету. Так. Вот здесь вот можно было бы, конечно, применить какую-то массовую атаку. Но... Нет. Им проще вот так вот просто бомбить. Леонардо делает проникающее. Не добивает Рафаэля. Очень интересно. Дони... Бомбил. Молодец. Ну вот зачем? Ну вот для чего он это делает сейчас? Я вот не врублюсь. Вот Шреддер, ну зачем ты это делаешь-то, а? Ну у всех. Никто ведь даже не получил повреждений. Ни грамульки. Он берет, врубает свой отхил постепенный. Не пойму. Так, ну что, мы с тобой также добрались опять до Химиры. Это у нас какой? Второй получается босс. Их всего, если не ошибаюсь, три будет. За это событие. Так, Рафаэль берет провокацию. В принципе, нормуль. Ничего сказать не могу. Здесь Усаги вишает баф. Причем, такой неплохой баф. Практически на всех двойная атака стоит. Ну, Рафаэль у нас имеет контратаку. Ему не обязательно, да? Усаги. Дальше. Супер Шреддер и Армагоша. О, на одном Супер Шреддере, как говорится, и закончился. А еще, по идее, должен был бомбануть Армагон. Ну что же. Это событие мы с тобой испытание точнее прошли. Данное телевидение зарабатываем. И последнее. Эпизод восьмой. Здесь у нас будет с собой разогреться Леонардо видение. Десять сыра мы тратим. Врубаем автобой. Уровень у бойцов восьмидесятый. Тут, конечно, не так. Они все быстро будут падать. Но все. Воу. Зачем? Ну зачем ты? Ну, я понимаю, Супер Шреддер, что у тебя дури дофига. Ну зачем тратить на двоих-то это все? Рафаэль что-то сегодня зачастил нас с этим апперкотом. Не могу понять, что с ним творится вообще. Так, этого уж нет. Хотя, да, двойная атака, все нормально, друзья. Переходим на третью волну. И смотрим, что у нас тут. А здесь по-прежнему клан футовцы. Вот эти вот клан футовцы меня очень напрягали. Именно в черепашках Низи Силы Порталов. Очень напрягали сильно. Особенно, когда делали свою вертушку. И вот меня вот это бесит, что он делает вертушку, становится неуязвимым. А мои черепашки его начинают бомбить и при этом получать урон. Но это бесяво на самом деле. Это очень бесяво. Так, что-то здесь не клеится. Мы понизили атаку, но не всем. Рафаэль берет у нас провокацию. У Саги по-прежнему делает великолепный баф. Дальше что? Смотрим. Супер Шрендер решил почему-то врубить массовый хил. О, Рамагоша решил валун бросить свой. Смотри-ка. Рафаэльчик-то не погиб. Так, и мы с тобой добираемся до Химеры. Прикинь, кстати, мы с тобой добрались до Химеры. Практически прокачанной, не то что прокачанной, а пробафанной по фулке. То есть у нас, смотри, все. И защита. И, я не знаю, и контратака. И двойная атака. И крит-атака. То есть вообще замечательно. Сейчас мы его порвем, эту Химеру. Он даже пикнуть не успеет. Нет, если бы они, конечно, делали бы свои супер удары, а необычные такие. На, тебе еще месть повесил на себя Усаги. Рафаэль делает ярость Рафа. О-о-о. Ну, тут все. Тут крантарики. Двойная атака, естественно. Химеру просто выпотрошили. В этой пещере прям. Ну, что я тебе могу сказать? Ты все прекрасно с вами видел. Мы прошли с тобой идеально. Это событие получили Леонардо видение. Сыра у нас с тобой всего лишь 23. Это мало. Но есть вероятность кого-нибудь здесь вытянуть на двух попытках. Поехали, попробуем. Нам выпало 2 доллара. Это не повезло. И здесь нам выпало кольцо крутости плюс 1. То есть в любом случае, завтра или послезавтра у нас будет 72 сыра. Почему-то 72. Почему именно такая цифра? 72 сыра. Не 80, да. Не 70, а именно 72. Интересно. Но в любом случае, мы с тобой будем фармить именно эту команду. И перед тем, чтобы фармить эту команду, я все-таки лишний раз хочу убедиться, кто у меня отсутствует в прокачке именно из ведения. Донателло. Как мы видим, у него 85 ДНК из 100. То есть ему нужно пятнарик как минимум. Двигаемся дальше. Смотрим. Леонардо видение. 76. То есть ему нужно 24 ДНК. Все. Застолбили. Так. Рафаэль видение. У него 78. То есть нужно 22 ДНК. И последнее. Это Микеланджело видение. 60. То есть, друзья мои, ни одна черепашка из ведения у меня не прокачана на фулл 5 звезд. Так что пыхтим, кроптим и добиваемся своего. Так, ну что, за кадром я пойду набивать, наверное, жетоны. А с вами прощаюсь. Всем удачи и до новых скорых видосиков. Субтитры создавал DimaTorzok.